и даже за тем, чтобы поесть. А если я пыталась выманить его оттуда? Шипел и пытался цапнуть. После того, как он убежал, я долго искала его по району, но так и не нашла. Его как будто след простыл. Были и другие необычные моменты. У нас во дворе ребятня иногда по приколу звонит в домофон и просто молчит. Все к этому уже кое-как привыкли и особо не ругались. Но с недавних пор они почему-то перестали звонить в мою квартиру. Что примечательно, только в мою. Другим соседям они все так же время от времени позванивали. Сначала я как-то не обратила на это внимания, даже обрадовалась тому, что писк домофона больше не будет капать на мозги. Но потом мне стало не до смеха. Дети, да и вообще большинство соседей, стали обходить мою квартиру стороной. Тетя Лида, соседка сверху, а заодно и большая любительница перемыть всем косточки, отказывалась заходить ко мне на чай, придумывая разные отмазки. Мне и самой... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok